ОБЫКНОВЕННАЯ РНБ Вечеринка В одном из ночных клубов города прервалась визитом полиции. По оперативной информации правоохранителей, внутри заведения неизвестная девушка распространяла наркотические вещества. Во время обыска оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили целый арсенал запрещенных психотропных препаратов. Они со мной находятся. Не помните или не знаю? Ну, порошки, таблетки. Ну, порошки, таблетки. Не помню, я смотрю. В кармане, да? Да, я не помню. Я чуть уже пьяная. По-другому, где я ложила. Что за пакет? Девушка, может? Что за пакет, что за пакет? Девушка, таблетки, 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 таблетки. 250. По словам владельца ночного клуба, он не знал, что в его заведении распространяют и употребляют наркотические вещества. Правда, некоторые посетители утверждают, именно здесь наркотики не редкость. Я редко бываю в этом клубе. И для этого клуба такое явление, как наркотики, в особенности амфетамин, таблетки, всякие психотропные вещества. Это нормальное явление. Я считаю, что с этим нужно бороться. Я рад, что полиция с этим бороться. И наркотики нужно, наркотики нужно страну чистить. Все изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу. Предварительно по ценам черного рынка обнаруженные наркотики могут стоить около 13 тысяч гривен. По информации правоохранителей, девушка-дилер работала в разных ночных клубах Кривого Рога. Ее касса за один вечер торговли могла достигать 10 тысяч гривен. Начато досудебное расследование. Судьбу торговки наркотиками определит суд. Олег Ермолинский, Первый городской.